Восемь вечера. Самое время вам узнать главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Начинаем подробности. Грузовой карантин. Украина и Россия блокируют проезд большегрузов по своим территориям. Кто на самом деле терпит убытки? За Кабминированные. Какие парламентские фракции собирают подписи за отставку правительства? Умыл руки. Из-за чего заместитель генпрокурора написал рапорт об увольнении? Судимые будете. В ГПУ дали право судить попередников. Кого обвинят первым? Материнский отсев. Кто может потерять выплаты от Кабмина? Эффект блокадного домино. Заслоны для российских фур, которые на прошлой неделе были только на Закарпатье, сегодня появились еще в 11 областях. На пересечениях международных трасс активисты выставили палаточные городки, самодельные блокпосты из шин. Как долго собираются стоять и кто на самом деле несет убытки и какие убытки? О географии и экономике транспортного противостояния мои коллеги. На Буковине, рядом с пунктом пропуска Порубная, на границе с Румынией, километровые очереди. Здесь заблокированы полсотни фур с российскими номерами. К активистам, которые три дня назад начали акцию по блокаде грузовиков, сегодня присоединились участники АТО и воины-афганцы. Я пожертвую своим часом ради этого и своими возможностями. Российские фуры через кордон точно готовы, даже если надо будет под фуру, ляжу. Все фуры отправляют на стоянку рядом с автозаправкой. Здесь водители моются и готовят еду. Говорят, сутки простой обходятся в десятки евро. Это без учета личных затрат и расходов топлива. Моторы надо периодически прогревать. Роман родом из Беларуси, работает на российского бизнесмена, перевозит овощи и фрукты. Сотрудники таможника активистам претензий не имеют. Уже в конце дня участники акции заблокировали еще три пункта пропуска на границе с Молдовой. Вы нарушаете закон Украины, Конституцию. Так в Харьковской облгосадминистрации встретили активистов, которые принесли губернатору заявление, что начинают блокировать дороги на границе с Россией. Охрана здания даже вызвала спецназовцев на подмогу. Молодцы, пацаны! Вы только хулигартики придет! Активисты отдали письмо советнику губернатора и отправились на КПП Гоптовка. Предупредить пограничников и таможенников. С сегодняшнего дня на Харьковскую область не объедет ни одна фура. Вот это единственное, что хотели донести до пограничников. Но это направление не пользуется популярностью у российских водителей. За все время, которое активисты провели на границе, ни одна российская фура там так и не появилась. На Прикарпатье местные активисты развернули блокпост возле поселка Делятин. Запаслись дровами и коктейлями Молотова. Дежурят по несколько человек. Их задача остановить фуры, которые смогли проехать через Закарпатье и Львовскую область. Это мы и контролируем. Пока что, по нашу пост, не проезжали. То есть, очень хорошо работают наши побратимы в Стрею. Вы знаете, там много поверталов. Есть еще несколько поселок на узловых развязках. Хотя украинская таможня еще готова впускать российские грузовики, официального запрета от Кабмина пока не получили. За день ни одна фура через Делятин так и не проехала. Все российские дальнобойщики уже знают о том, что прямо за КПП и на крупных перекрестках их ожидает блокпосты из шин. Ирина Романова, Ольга Поломарек, Лидия Калинина, Жанна Дучак, Телеканал Интер. Зеркальные санкции на дороге не заставили себя ждать. Но со стороны России в это противостояние ввязалось правительство. Где, кому и что запретили, продолжит Данил Русаков. В России теперь заблокированы украинские фуры. Информагентства сообщают так называемые общественные активисты. Несколько часов назад перекрыли движение для 30 большегрузов на дорогах Брянской области. Есть уже и государственное решение. Вот официальное сообщение с сайта российского Минтранса. Украинскому грузовому транспорту ездить теперь нельзя. Все это будет продолжаться до тех пор, пока с другой стороны границы не пропустят российские фуры. Вот что по этому поводу думают украинские перевозчики. Вернувшийся накануне из Мюнхена премьер Медведев сегодня же предложил запретить все транспортные средства с украинской регистрации. В Черниговской области на пункте пропуска Сенникова в очередь выстроились уже украинские грузовики, которых не впускают в Россию. Около 20 фур с украинскими номерами в приграничной зоне, еще 9 на нейтральной полосе между российским и украинским КПП. Василий готов ждать на обочине до конца недели, пока не закончится срок разрешения на въезд в Россию. У меня детящее питание с Харватин. А этот украинский водитель везет яблоки из Сербии. Каждый час включает рефрижератор, чтобы товар не испортился. Час простой обходится в 200 гривен. Конечно, что неправильно. Украина не виноват. Ни наши, ни русские не виноват. А в России некоторым грузовикам неприятностей все же удалось избежать. Но это коснулось лишь тех, кто направляется транзитом в Казахстан. В сторону границ они сейчас едут под конвоем. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканала Интер. МИД Украины уже обратился к Российскому министерству иностранных дел с требованием объяснить, на каком основании запрещено движение украинских фур по территории России. А пока российские большегрузы не смогут пересекать Украину. Свою оценку действиям протестующих и российских властей дал сегодня министр инфраструктуры Андрей Пивоварский. Такие виды блокирования это не есть чем-то, что порушивает международные угоды какие-то. Такие вещи достаточно часто происходят в той же Европе. То, что в неделю сделали Министерство транспорта, фактически это порушение международного права и международных угод, которые подписаны между Украиной и Российской Федерацией. Сейчас мы начали технические консультации с нашими европейскими партнерами, мы начали технические консультации с Министерством транспорта Российской Федерации. Ну а пока дипломаты проводят консультации и решают, как быть, в Закарпатской области началась новая волна протеста. На этот раз недовольны перевозчики, чьи машины застряли в России. Сегодня они даже пытались блокировать трассу Киев-Чоп. Вначале перекрыли дорогу возле Мукачево, потом переехали в Сваляву. И там, и там активисты выстроили вдоль дороги легковушки с одной стороны и большегрузы с другой, а несколько десятков человек около получаса ходили по пешеходному переходу. К участникам акции приезжали даже представители местных властей. Уговаривали разойтись. Это уже не закарпатская проблема, тут все области поднялись. Я понимаю, что тут много перевозчиков, которые работают, везут товар в Россию. Явно они там выступают против этого всего. Ну, всем угодить неможливо. Ну, так чего же от двусторонней блокады ждать Украине? Вот как оценивают возможные экономические и политические удары эксперты. Украинские перевозчики доставляют товары не только в Российскую Федерацию, но тоже в Казахстан, Киргизию. Оно ударит по ним. И поток, скажем так, ущерб, который понесут украинские перевозчики, будет больше. Как отреагирует Россия? Очевидно, может наладить паромную переправу через Германию. Ну, выиграют российские портеры, выиграют морские перевозчики. Ущерб, репутационный ущерб, экономический ущерб понесет Украина. Европейцы, если они видят, что государство не осуществляет те функции, которые возложены на государство, обеспечение бесперебойного действия договорных обязательств, бесперебойного действия договоров, которые существуют, оно, естественно, к этому государству будет относиться как к несерьезному партнеру. И государство теряет авторитет в глазах мирового сообщества. На Белорусской улице праздник. Александр Лукашенко теперь выездной. Евросоюз частично снял санкции с Беларуси. Брюссель отменил ограничения против президента и почти 170 человек из правительства, а также против трех компаний. Теперь лидер Беларуси может беспрепятственно посещать страны Евросоюза. Но при этом эмбарго на поставки оружия и спецтехники Минску остаются в силе. Беларусь под санкциями из-за нарушения прав человека с 1998 года. Ограничения временно не действовали, но только лишь с 2008 по 2011. Украина может создать зону свободной торговли с Турцией. Это обсуждали сегодня на встрече Арсении Цинюк с турецким премьером Ахметом Давутоглу. Глава Кабмина дал поручение решить вопросы, связанные с улучшением бизнес-климата для турецких предпринимателей в Украине. Технические консультации о создании украинско-турецкой ЗСТ продолжатся в марте. Идея беспошлина торговать с южным соседом не нова. Подобные переговоры ведутся с 2013 года. Час че для правительства. Сегодня депутаты решали, когда и как завтра слушать итоговый отчет Кабмина, голосовать ли за его отставку и начали снова собирать подписи под резолюцией недоверия. Будет ли 226 голосов? Какие фракции за правительство? Какие против? А где мнения разделились? Все подробности в сюжете. Всю неделю отчет правительства за год депутаты анализировали в комитетах и слушали министров. А в кулуарах даже списки с подписями за отставку начали гулять. Уже завтра министры во главе с премьером придут в парламент для публичного отчета. Будет ли это последнее слово премьера решать нардепам. Мы готовы, как фракция, подписаться под постановой, которую инициировала БПП, что до отставки уряду. В блоке Петра Порошенко работу Кабмина хоть и критикуют, но до последнего не могут определиться. Часть фракции за отставку правительства, часть против. О готовности сместить Аценюка заговорили якобы и в Народном фронте. По словам нардепа Мустафы Найема, об этом ему сообщил Павел Пынзенек. Мол, некоторые фронтовики готовы проголосовать за отставку, если будет предложен вариант нового Кабмина. Но пресс-служба Народного фронта назвала заявление Найема его фантазиями. Сегодня утверждают, голосовать за отставку не будут. «Корния возникает нового уряда, парламентского консенсуса и действия на коалицию. Мы должны сделать все вместе, чтобы это успело. Незаминных людей не существует, а тех, кто считает себя незаминными, нужно менять в первую очередь. Не сможем договориться, тогда нужны новые выборы. Сегодня уже не только фракции парламента, все общество требует просто отставки этого уряда на чале с премьер-министром и всех урядовцев и формирования нового уряда с отходом от квотного принципа. Уже завтра некоторые фракции планируют не только заслушать отчет правительства, но и проголосовать резолюцию недоверия. И снова начали собирать подписи. Наша фракция вышла за инициативой, вместе с фракцией Самокоміч, негайно собрали необходимые для отставки уряда подписи и отправить этот уряд в отставку. Мы предполагаем на том, чтобы это вопрос отставки уряда рассмотрелся завтра в Верховной Раде первым вопросом. Вы сегодня занимаетесь сбором этих 150 голосов, далее подайте этих 150 голосов. Я сразу даю доручение профильному комитету негайно его разгляднуть и внести на розгляд Верховной Рады Украины. Завтра в Верховной Раде сначала возьмутся за безвизовые законы, а ближе к обеду собираются заслушать правительство. Но уже некоторые комитеты, к примеру, здравоохранения, работу профильного министерства признали некудышней. А во фракции БПП по-прежнему неоднозначны. Часть депутата зарегистрировали постановление о признании работы Кабмина удовлетворительной. Другие же подали свою бумагу. Отчет отклонить и признать провал Кабмина. Ольга Рыцарь, Алексей Шматов, подробности, телеканал Интер. Ну так все же казнить или миловать Кабмин? За что голосовать завтра сейчас решают на встрече президента с фракцией блока Петра Порошенко. За ее ходом следит мой коллега Геннадий Вивденко. Давайте узнаем у него последние новости. Гена, здравствуй. Скажи, насколько бурные дебаты сейчас идут в администрации президента и куда склоняется чаша весов? За или против отставки? Алексей, встреча депутатов президентской фракции была назначена на 18.00. Они стали собираться, немножко кто-то опоздал, но при этом они говорили о том, что пытались скрыть информацию, не говорить о том, почему они собираются. Но тем не менее кое-кто проговорился и понятно, что в основном идет речь о отставке Арсения Яценюка. Вот я попрошу дать прямую речь. В этом складе этот уряд убитая реформа не способна в будущем. Поэтому, очевидно, нужно разработать этот гардейный узел, чтобы искать дальнейшие выходы из кризи. Пытание связано с отставкой или не отставкой уряда. И, очевидно, все-таки, ситуация в партии, фракции и так далее. Мы должны поговорить, как выходить из нынешней урядовой кризи. Стоп. Вот здесь. Ну и опоздавший на встречу народный депутат из блока Петра Порошенко Сергей Лещенко немного приоткрыл завесу тайны над судьбой премьера. Главный посыл Арсений Яценюк может быть уволен с поста технически, но без развала коалиции. То есть, по его словам, досрочные парламентские выборы проводить не надо. Просто сменить главу правительства. Кто может быть преемником, пока неизвестно. Но порядка полутора сотни голосов, по словам Сергея Лещенко, уже есть за отставку действующего премьера. Вот его аргументы. Я не могу прощать премьером человека, который потерял доверие в трех институтах. Институт – это депутатский корпус, потому что его не поддерживает парламент. Институт – это иноземные инвесторы. Институт – это украинские граждане. Отход Яценюка от влады, мне кажется, неминучим. А как это станет, это вопрос техники. Но заседание президентской фракции БПП в здании на Банковой продолжается. Если будут еще новости на протяжении нашего эфира, включимся, расскажем. Пока никто оттуда пока еще не выходил, продолжаем дежурить. Возможно, сейчас, в эти минуты, решается судьба правительства, а конкретно его главы Арсения Яценюка. Алексей. Да, это будет очень интересно. Безусловно, обязательно еще с тобой поговорим. Спасибо, Гена, пока за эту информацию. Это был Геннадий Вивденко из-под администрации президента. А в то, что фракция блока Петра Порошенко соберется силами и отправит правительство в отставку, верит Михаил Саакашвили. Глава Одесской обл. администрации отметил. Он надеется, что сегодня на собрании фракции депутаты примут решение уволить всех министров во главе с премьером. По мнению Саакашвили, страна движется в неправильном направлении. Экономические показатели упали в два раза. А это объективная причина, чтобы распрощаться со старым кабинетом министров. Треть одиноких матерей могут остаться без помощи государства. После пересмотра льгот для этой категории соцвыплаты будут получать 400 тысяч женщин, а не 600 тысяч, как сейчас. Теперь все зависит от дохода матери-одиночки. Об этом заявил министр соцполитики Павел Розенко в интервью изданию «Зеркало недели». При этом призвал не поднимать панику. Ну а те, кому с 1 января положены выплаты, получат их в полном объеме, заверил Розенко. Но позже, по его прогнозам, перезагрузка системы госпомощи одиноким матерям продлится месяца три. Заместитель генпрокурора Виталий Касько подает в отставку. Говорит, не хочет мириться с коррупцией в ГПУ. Рапорт об увольнении показал сегодня утром журналистам на пресс-конференции и пообещал до конца дня подать его в генпрокурору. Напомню, в ГПУ Касько отвечал за международное сотрудничество, вел переговоры с европейскими партнерами об аресте и возвращении в Украину активов, украденных чиновниками режима Януковича. И курировал расследования в сфере коррупции госаппарата. В частности, вел дела бриллиантовых прокуроров. Все документы были поданы от Украины. Следствие о справе за заинуважением в хабарнице так званых діамантовых прокуроров было завершено у нами в гостопаде минулого року. Не исключено, что после моего освободения эти повреждения начнут активно разваливать. Нинешнее руководство прокуратуры остаточно перетворило ее в орган, где панует коррупция и круглая порука. Можливости зарадить этому и помогли створить в Украине настоящую прокуратуру европейского образца, за нынешнего керівництва Генеральной прокуратуры остаточно вычерпані. В самой Генпрокуратуре заявили, никакого давления во время следствия по делу бриллиантовых прокуроров не оказывали. А что касается обвинений Касько в адрес руководства ГПУ, там отметили. Ни фамилий, ни доказательств он не привел. Следовательно, считают это обычным пиаром. Сегодняшние его заявки мы называем ничем іншим, как пиар-акцией. Мы считаем его непоганым профессионалом в галузі пиару. Мы, снова-таки, очень удивлены, какого инструментарию пану Касько не вистачало для того, чтобы бороться с коррупцией. В отдел по борьбе с коррупцией в его безпосредненном порядке. Если он выявлял какие-то факти коррупции, то почему это просто такие заявки, что в прокуратуре тотальна коррупция? Где прозвища? Где фактаж? Где документы? Красивое звоночное и все, на жаль. Без него его осудят. Печерский суд разрешил Генпрокуратуре заочно расследовать дело против бывшего главы Нацбанка Сергея Арбузова. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке Мустафа Наем. Нардеп также отметил, что это решение фактически открывает путь к заочному осуждению и приговору. Арбузов уже четвертый представитель прошлой власти, по которому есть разрешение на заочное расследование. До этого уже были Виктор Янукович, Раиса Бокатырева и бывший замминистра доходов Андрей Игнатов. А вот как нужно наказывать проворовавшихся попередников продемонстрировал Израиль. Бывший премьер страны Эхут Ольмерт, осужденный за получение взятки, сегодня отправился в тюрьму. Все подробности этого дела, а дело было очень непростым, расскажет Сергей Ауслендер. Всеизраильская анекдотическая история под названием «Когда же Эхут Ольмерт наконец-то сядет?» похоже подходит к своему логическому завершению. Сегодня утром бывший премьер-министр, а ныне осужденный, прибыл в тюрьму, чтобы отбывать срок. Один год и семь месяцев. Приговорили его за взятку. Будучи мэром Иерусалима, поспособствовал одному строительному подрядчику, за что получил от него, как доказала прокуратура, 12 тысяч долларов. Сам Ольмерт свою вину категорически отрицает. Будучи премьер-министром Израиля, я нес самую тяжелую ответственность за безопасность страны и ее граждан. Сегодня я за решеткой и я один. Вы понимаете, насколько это странно и больно для меня и моей семьи. Я еще раз заявляю, что ни в чем не виновен. А вот суд считает, что виновен, что деньги брал и даже пытался помешать следствию. Процесс длился много лет. Ольмерту из-за этих обвинений пришлось уйти в отставку с поста премьер-министра. Дело вышло не просто громким, а, пожалуй, самым громким в истории страны. Глава государства был осужден и не просто осужден, а за взятку. В итоге в 2014 году Ольмерту дали 6 лет лишения свободы, но его виртуозные адвокаты путем разных апелляций и сделок с обвинением скостили этот срок до года и 7 месяцев. Сейчас, правда, в Верховном суде лежит апелляция по поводу другого дела против Ольмерта. Там тоже фигурирует взятка. И вот тут, как говорят опытные юристы, возможны всякие неожиданности. Поскольку в истории Израиля премьер-министра еще никогда не лишали свободы, то выяснилась такая неприятная подробность подходящей тюрьмы для Ольмерта нет. Он же носитель государственных секретов, ему вообще пожизненно полагается персональная охрана. Поэтому целый год для него строили отдельный блок, где он и будет отбывать свой срок, а вместе с ним будут отбывать срок еще 16 заключенных, специально отобранных службой безопасности государства. Это для того, чтобы бывшему премьеру в тюрьме не было скучно. Сергей Услендер, подробности телеканал Интер, Израиль. Под Киевом СБУ и столичная прокуратура обезвредили незаконное воинское формирование. По данным следствия, члены преступной группы действовали под прикрытием одного из добровольческих батальонов. Что изъяли у задержанных и о каком батальоне идет речь, узнавал Егор Логинов. Всего правоохранителей задержали 7 человек. При обыске нашли богатый арсенал оружия. Гранатометы, пистолеты, пулеметы, автоматы, дробовики, множество патронов. А также гранаты, тротил, 100 килограммов янтаря и наркотики. В Киевской прокуратуре против членов преступной группы открыли дело по статье «Терроризм». Сейчас следователи устанавливают, связаны ли задержанные с одним из украинских добровольческих формирований. В рамках расследования этого проведения была получена информация о том, что в Киевской области действует под прикрытием так званого добровольческого корпуса батальон «Крим» действует незаконное оружие формирование. Командир батальона «Крим» информацию якобы о причастности преступной группы к его подразделению называет абсурдом. Хотя и признает, что охотничье оружие у его бойцов есть, но со всеми необходимыми разрешениями. К этому мы никакого отношения не имеем, потому что еще год назад после выхода приказа начальника генштаба о выводе всех добровольческих подразделений, мы сдали свое оружие и вышли из зоны АТО. Обыски по этому делу продолжаются. Сейчас правоохранители устанавливают происхождение оружия и каналы его поставки в Киев. Егор Логинов, Валентин Белич, подробности телеканал «Интер». Не жалуются на нехватку оружия враги Украины. Боевики на дебальцевском направлении последние сутки бьют по позициям наших военных из минометов и крупнокалиберных пулеметов. О ситуации на передовой подробнее расскажет наш военный корреспондент Ирина Баглай. Удачи деда Володи не перестают удивляться военные. Под руку с бабушкой он ведет своих коров на пастбище, где еще полгода назад взрывались мины. Из-за буренок старики так и не смогли покинуть родное село Луганское. Их дом за нулевым рубежом и оттуда хорошо видно, кто и откуда стреляет. Куда мы с коровами видим? Стреляли? Да так, чуть-чуть, на таких автоматов, а потом пришло выше, выше, выше. А снайперы недалеко. Огневые позиции боевиков всего в нескольких километрах. Минометы противник на месте не держит. Чтобы нельзя было зафиксировать васильки, их перевозят на машинах. Тем временем диверсионные группы пытаются подойти к позициям армейцев. Но уже в 500 метрах встречают отпор. Боец с позывным «Азимут» не может нарадоваться своему потрепанному биноклю. Не раз ему помогал. Помогаю. И хорошо помогаю. Засекали кого-то с ним? Конечно. В любом засекаем. Регулярно. Лучше, чем китайский. Время Второй мировой войны. На их глазах враг разрушил эти дома год назад, когда шло наступление боевиков на Дебальцево. Еще летом здесь рвались снаряды. Год спустя бойцы 30-й механизированной бригады говорят, нынешние обстрелы мелочь. Хотя и шальной пули бывает достаточно. Трошки ты тихийше стало, а это опасно. Не знаешь, откуда ты прилетишь. Вот, ты видишь, трошки хриспит. А что это? Это рикошет. Что ты делаешь? Это при своем крупнокалиберный кулемет. Это хаотичная стрельба, но летела по нам. Ситуация напружена. Спостерегается тенденция до заводства. Это передоват, вот так всегда. Этой ночью на Дебальцевском направлении снова было горячо. Били из минометов, а утро армейцы встретили под уже привычную очередь вражеских пулеметов. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Василий Сачук. Из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Впервые за несколько недель конфликт в Сирии обсудили Барак Обама и Владимир Путин. Как услышали разговор в Кремле, а как в Белом доме и что изменится в самой Сирии после этих переговоров? Подробнее из Вашингтона наш американский корреспондент Тихон Зятко. Как водится, в Кремле и Белом доме по-разному интерпретируют разговор двух президентов. В Москве традиционно подчеркивают, что беседа состоялась по инициативе руководства США, а не по инициативе Кремля. А передовая ее содержание, ограничиваются общими фразами. Дескать, главы государств позитивно оценили итоги сирийских переговоров в Мюнхене и поддержали усилия по прекращению огня и по оказанию гуманитарной помощи населению. И вот через несколько часов после сообщения Кремля о состоявшемся разговоре, сообщение Белого дома с важным уточнением Барак Обама призвал Путина прекратить наносить удары по силам так называемой умеренной оппозиции в Сирии. Именно таким образом, сказал американский президент, Россия сыграет конструктивную роль в сирийскому регулировании. Что на это ответил Путин, не сообщается. Впрочем, о различиях в подходах к урегулированию конфликта в Сирии в последние дни много говорит российский премьер Дмитрий Медведев. На конференции по безопасности в Мюнхене он, напомню, заявил о начале новой холодной войны между Россией и Западом. И использует воинственную риторику в адрес американского госсекретаря Джона Керри. Если он хочет получить там длительную войну, то, конечно, можно устраивать и наземные операции, и все остальное. Но не надо никого пугать. Надо договариваться в том ключе, в котором они вели разговор с министром Лавровым. Напомню, на встрече так называемой международной группы поддержки Сирии ее участники достигли соглашения о прекращении огня. Впрочем, эксперты пока не уверены в том, насколько это соглашение действенно. Тихон Зитко, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. А Москва и Анкара нарушают достигнутые в Мюнхене договоренности по Сирии. Об этом заявил Франк Вальтер Штанмайер. По его словам, стороны договаривались еще до начала перемирия. Внести вклад в возможность снизить насилие. Но военные операции России и сирийского режима в районе Алеппо продолжаются, как и наступательные операции курдской самообороны на севере страны. Министр подчеркнул, Турции на фоне напряженной ситуации тоже следует проявить сдержанность. Продолжаем подробности. И вот о чем узнаете во второй части выпуска. Зика все ближе. Смертельно опасный вирус добрался до России. Ломать не стоит. Кто хочет пустить в расход замок в центре столицы? Письма Папы. Какая женщина 30 лет владела вниманием Иоанна Павла II? Суд над беркутовцами Александром Маринченко, Сергеем Тантурой и Олегом Янишевским перенесли. На этот раз не явился один из адвокатов. Сегодня Святошинский суд должен был провести подготовительное заседание и продлить им срок пребывания под стражей, который истекает уже 20 февраля. Этих троих сотрудников Беркута обвиняют в терроризме и убийстве 48 активистов. Завтра суд соберется снова, в том числе и для того, чтобы решить, объединять ли это дело с делом других беркутовцев – Оброскина и Зинченко, которых обвиняют в гибели 39 активистов Майдана. По обоим делам обвиняемым грозит пожизненное заключение. У нас есть предоставы вважать, что те, какие доказы были штучно створены. И есть несколько экспертиз, около 10 или 11, которые подошли до одного висновка. И есть одна, которая почему-то поставит под суммой эти 10 или 11 экспертиз, которые проведены также комиссиями компетентных, важных экспертов. Эти люди, которые происходят с 20 лютого на улице Институтской, в ходе следствия, в том поважении, в котором сейчас расследуется, экспертизы комиссии, наконец, были выполнены. И они дали нам возможность сделать висновок ищет частей других потерпелых, которые были убиты, которые не инкримировались раньше с Зинченко-Броскина. Поэтому именно эти люди, за результатами этих экспертиз, повторю, были инкримированы данным подозреваемым. Другое резонансное дело о убийстве Олеся Бузины внезапно перебросили в Одесскую область. Об этом заявили адвокаты подозреваемых Андрея Медведько и Дениса Полищука. Чем вызвано такое решение, пока не ясно. Правозащитники пытаются выяснить пока имя нового следователя. Но ни в прокуратуре, ни в нацполиции Одесской области ничего о нем не знают. Юристы обратились также в ГПУ и прокуратуру Киева, ждут ответа. Говорят, ожидают провокации по отношению к своим подопечным, ведь они бывшие сотрудники МВД. Напомню, оба подозреваемых сейчас находятся под домашним арестом в Киеве. 13 наших клопотаний, черговых, которые мы заявили, направлены до ОГУ национальной полиции в Одесской области. Написано чётко, что с решением заступника генерального прокурора Украины, ни в Одессе не проживали, ни Медведько, ни Полищук в Одессу не ездили. На последних судовых заседаниях они одновременно говорили, что ждут ответа с Люксембурга. Ну, передали бы ближе к кордону. В кривом роге покончил жизнь самоубийством, пойманной на взятки полицейский. Это официальная версия прокуратуры. В прошлую среду следователя взяли с поличным. Во время задержания он пытался застрелиться. И вот теперь в реанимационной палате сам себя отключил от аппаратов жизнедеятельности. Как это стало возможно, выясняла Наталья Грищенко. Об этом громком деле на прошлой неделе написали все СМИ. Следователь Криворожской полиции, подполковник, задержан в собственном кабинете с поличным. Взятку 140 тысяч гривен сотрудники СБУ нашли в его шкафу. В червоной палате, которая лежала под синей, на второй полке сверху, найдены грошевые деньги. Ни фамилии полицейского, ни точного места работы, и не подробности дела, по которому он, собственно, и вымогал взятку. Известно только, деньги взял за то, чтобы закрыть глаза на подделку документов. Комментарии внутренней службы расследований предельно лаконичны. Сотрудник был задержан в собственном кабинете. Вымогал денежные средства за непривлечение указанного гражданина к уголовной ответственности. И только на следующий день стало известно. Во время обыска полицейский пытался застрелиться из собственного травматического пистолета. Был в коме в реанимации одной из местных больниц. И вот сегодня шокирующая новость. Находясь в больнице, он сам отключил себя от аппаратов жизнедеятельности. Это версия правоохранителей. Говорят, помешать ему было некому. Охрану полицейскому так и не приставили. Это возможно было или на три часа затримать, а затримания не было, потому что сразу на месте удержания его забрала швидка. А другой порядок – это расследование подания про броня меры запобежного захода в суде. До суду его не возможно было доставить. Как человек, пять дней находившийся в коме, мог отсоединить провода и трубки до реанимационного аппарата – вопрос открытый. В полиции случившееся никак не комментируют. В прокуратуре открыли уголовное производство. Выясняют, не причастны ли к суициду медработники. В центре Киева бизнес и чиновники убивают памятник архитектуры. Во что ради наживы хотят превратить жемчужину Андрейского спуска? Замок Ричарда вынесет ли историческое здание варварскую реконструкцию? Да и законны ли эти попытки реставрации, выясняла Елена Митясова. Планы на замок Ричарда у собственника всегда были амбициозные. То хотел открыть здесь магазины, офисы, ресторан. Несколько лет назад подумывал о гостинице. А вот сейчас решил перестроить памятник архитектуры под жилой дом с подземным паркингом, фонтанами и клумбами. Активисты утверждают, затеянная стройка незаконна. Там во дворе начались производиться работы, на сегодняшний день противоправные. И затронут, в том числе и земляные, и затронут археологический слой. Исследования не проведены археологами. Что происходит внутри замка, скрывает строительный забор. Рабочих не видно, шума техники не слышно. Возможно, выходной. Пробуем выяснить это у представителя собственника здания. Подождите, я не знаю, ли он есть на месте. Татьяна Пощак, представитель собственника американца Юрия Чапивска. Вышла к нам с целой кипой бумаг. Говорит, здание на Андреевском спуске тот купил еще в 90-е. И показывает документы. Дескать, есть все разрешения. Мы затвердили проект в Министерстве культуры. Отримали дозвол на реставрацию. Отримали дозвол на будильную работу. Тобто мы в данном случае дотримали с каждой буксовой закон. В старинном замке сделают перепланировку. Тут будет 10 квартир, во дворе подземный паркинг на 19 машин. А вот о последствиях такого бизнес-проекта для киевлян и будущих жильцов элитной постройки подробно рассказали эксперты. Если сваями, палями начнут руйнуваться этот схил, то наследки непрогнозованы. Весь Андреевский спуск может просто спуститься вниз на подъем. Поэтому это мало того, что оно незаконно. Это еще просто безумство. Те люди, которые собираются там жить, это самогубцы. Потому что схил есть в край суван небезопасным. Пока же на территории памятника архитектуры идут подготовительные работы. Реализовать проект планируют в течение двух лет. Елена Митясова, Валентин Белич, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер. Цена вольной для взяточника. Во львовском апелляционном суде сегодня слушали дело директора Красиловского агрегатного завода. 3 февраля его задержали с поличным. После этого обвинений добавилось. Как решили его наказать судьи, давайте узнаем далее. Львовский апелляционный суд сегодня здесь решают, изменить ли размер залога для Петра Королюка. Директора госпредприятия Красиловский агрегатный завод задержали почти две недели назад. В кабинете прокурора. На взятке тот якобы принес 23 тысячи долларов и 2 тысячи евро, чтобы откупиться от уголовной ответственности за кражу спецоборудования на заводе. Тогда суд оставил Королюка в сезон на два месяца с правом выйти под залог. Сегодня его адвокат просит уменьшить эту сумму с 30 миллионов гривен до 420 тысяч. Аргументы под защитному нужны деньги на лечение. Стан здоровья надзвичайно поганый. С доданных до материалов вважается, вважается, что в грудне 2014 года удалена нирка с приводу рака. И, соответственно, на данный час есть метастазование, что значительно погирше и перебег хворобы. Прокурор настаивает, если Королюка отпустить, он может скрыться. Ведь кроме взяточничества, его подозревают в еще одном уголовном преступлении. По версии следователей, директор завода вместе с руководством одной из воинских частей в Хмельницкой области похитили 30 спецкреплений для Су-24 и планировали продать их в Индию. Петр Королюк все отрицает. Прокурор не преклонен. Залог 30 миллионов. И точка. Деньги, уверяет, у задержанного есть. Десять минут в совещательной комнате и коллегия судей оглашает решение. Отменить задержанного апелляционного скарга защитника, подозреванного Петра Королюка, адвоката Володимира Горского. Решение суда Петр Королюк отказывается комментировать, как и вносить залог. Вы не будете вносить заставку? Нет. У меня нет таких границ. А это значит, что ближайшие два месяца директор завода проведет в СИЗО. Катерина Марченко, Кристина Гошенко, Юрий Голубинка. Подробности телеканал Интер. Львов. Резко обострилась ситуация возле Мариуполя. Сегодня боевики установили рекорд по обстрелам в этом году, говорят в штабе. Враг открывал огонь более 30 раз. Репортаж с передовой Станислава Кухарчука. Это поступи Коминтерного. Утро у бойцов начинается громко. Боевики открывают огонь из минометов. Пока записываем интервью, слышим залп. Значит, через несколько секунд прилетит вражеская мина и нужно бежать в укрытие. У нас сейчас такая погода, что слякоть, сырость, получается, прогнивает уже и проволока. Если неправильно, вот выход. Так что давайте, наверное, ховайтесь. Вот туда лучше. Раздаются взрывы. Противник прицельно стреляет по соседним позициям. Но военные говорят, в любой момент могут открыть огонь и в нашу сторону. Буквально час назад несколько мин упало рядом с посадкой. Около четырех раз с крупного оружия, то есть минометы. И где-то пару-тройку раз снайпер работал. Ну, так же автоматчик подходил сегодня в посадку. Точно так же работал. Если раньше стреляли преимущественно ночью, то сейчас ситуация обострилась. И боевики ведут огонь круглосуточно. Используют хитрую тактику, говорят бойцы, чтобы международные наблюдатели не увидели, как они стреляют. У них сейчас перевозные минометы, ну, где-то 82-ка на какой-то машине, на грузовой. Они отстреляли и поехали в второе место. И все. Вражеские снайперы и пулеметчик обычно начинают стрелять под прикрытием артиллерии. Военным тогда очень трудно дать достойный отпор. Ведь приходится одновременно отражать атаку и прятаться в укрытие. А противник подходит слишком близко. Ну, вот посадочка, 500 метров. Приходят, работают с пулеметом. Это в вечере, что бывает и в день. Ну, вот сегодня с утра работал. Пришел, пострелял, ушел. И вот там нету. Сейчас опять выйду, постреляю, опять уйду. Да и бойцы стрелять в ответ могут только после приказа командира. Но часто слышат, только наблюдайте, не поддавайтесь на провокации. Надо давать команду вперед. И вся ситуация будет решена. Потому что терпеть, он заканчивается у всех терпеть. Через мгновение боевики вновь открыли огонь из минометов. И военных проинформировали о возможном наступлении. Поэтому на дороге выставили даже минное заграждение. Станислав Кухачук, Вениамин Трубачев и Юрий Романюк. Подробности телеканал Интер Донецкая область. Киеву не нужны новые форматы для переговоров по Донбассу. Но существующий минский и нормандский необходимо использовать максимально. Так считают эксперты Института стратегических исследований «Новая Украина». Конфликт на Донбассе мешает евроинтеграции страны. Поэтому договариваться нужно как можно быстрее. Нормандский и минский формат являются сейчас, может быть, недостаточными, но вполне работоспособными. Использование в ближайших полутора-двух месяцев в переговорах может быть критически важно как раз для перспективы европейской интеграции Украины. На вступление в ЕС подала заявку Босния и Герцеговина. Решение Сараева приветствовала Федерико Магерини. Верховный представитель ЕС подчеркнула, что Брюссель рассмотрит заявку, хотя страна и не соответствует всем требованиям, необходимым для вступления. И предупредила Боснии и Герцеговине рассчитывать на членство в Союзе в ближайшие годы пока не стоит. Эпидемическое кольцо сужается в России. В России зафиксирован первый случай заражения вирусом ЗИКа. Опасную болезнь привезла из путешествия в Доминиканскую республику туристка. И в этой уже подтвердили в Роснадзоре. Ну а в мире в это время спорят о том, что именно вызывает мозговые поражения у детей. Действительно ли это вирус, что вызвало сомнения, расскажет София Гордиенко. Вирус ЗИКа выявлен более полувека назад. Но почему-то аномалии развития плода стал вызывать только два последних года. Группа врачей из Аргентины и Бразилии предполагает, а что если причина вовсе не лихорадка, а химия. Инсектицид пиропроксифен, который с 2014 года распыляют в невероятных количествах для борьбы с комаром-переносчиком ЗИКа. Выпускает его японская компания, партнер знаменитой корпорации Менсанта, чьи химикаты запрещены в большинстве прогрессивных стран мира. Подозрения медиков возникли из-за того, что оказывается в Колумбии, где тоже гуляет вирус и заражены 75% населения, со здоровьем новорожденных никаких особых проблем нет. А вот в странах, где с переносчиком борется тяжелая химическая артиллерия, эпидемия врожденных аномалий. Кстати, в Бразильском министерстве здравоохранения констатировало, из 414 детей с микроцефалией антитела к лихорадке только у 17. Эту информацию Всемирная организация здравоохранения пока никак не комментирует. Но можно предположить, что если виновным окажется инсектицид, достанется и производитель, и ВОЗ, который рекомендовала его применение. София Гордиенко, Василий Трешковский. Подробности телеканал Интер. Я устал, я ухожу. Дэниел Крейг уступает место агента 007. А кто может стать новым бондом, это и другие истории дня. Далее в обзоре. Миллионы в груди. В Австралии полицейские задержали одну из крупнейших поставок наркотиков. Партию метамфетамина спрятали в гелиевых вставках для бюстгальтеров. Общая стоимость контрабанды более 700 миллионов долларов. Наркотик отправили в жидком виде из Гонконга. В причастности к доставке подозревают трех жителей Гонконга и китайца. Теперь им грозит пожизненное заключение. 21 миллион долларов за драгоценности тирана. На Филиппинах с молотка уйдут украшения Эмель де Маркос, вдовы бывшего президента Фердинанда Маркоса. Ювелирные изделия филиппинцы захватили 30 лет назад. Тогда семья диктатора из-за народного восстания бежала на Гавайи. Самые дорогие лоты бриллиантовая тиара и редкий 25-каратный розовый бриллиант бочкообразной формы. Выживший получил главные награды Бафта. Премию Британской Академии кино и телеискусств кинокритики называют генеральной репетицией Оскара. В прошлом году список их победителей совпал более чем в половине номинаций. В 2016-м впервые лариатом Бафта стал Леонардо Ди Каприо. В поисках Бонда Бондиана ищет нового агента 007. 47-летний Дэниел Крейг не подписал контракт, ссылаясь на нехватку времени. Актеру предложили одну из главных ролей в драматическом сериале о сексуальных приключениях «Чистота», которые снимут в Голливуде. Ранее Крейг заявлял, ему настолько надоел персонаж, что он готов перерезать себе вены, лишь бы не играть Бонда. Задержать актера в Бондиане не смог даже внушительный гонорар. На «Скайфоле» и «Спектре» он заработал 50 миллионов долларов. Слон-дебошир. На юге Китая разгневанное животное устроило разгром на парковке. Толстокожий бежал из заповедника после того, как проиграл другому самцу поединок за приверженность слонихи. В отчаянии он начал крушить припаркованные у заповедника машины. Жертвами гнева животного стали почти 20 автомобилей. После разрядки слон вернулся домой. Два года без парикмахера. 800 жителей канадского городка Норман Уэллс у южной границы полярного круга ищут мастера для своих причесок. Желающих работать здесь попросту нет из-за лютых морозов. Зимой температура воздуха в Норман Уэллсе опускается до минус 50 градусов. Ближайший салон находится в 17 часах езды от города. Письма папы. Мир увидел личную переписку Иоанна Павла II. Кому понтифик 30 лет отправлял нежное послание, расскажет наш британский сапкор Светлана Чернецкая. Больше чем дружба, журналисты британской Би-Би-Си раскопали сенсацию. Утверждают, папа Иоанн Павел II испытывал сильные чувства к замужней женщине, имевшей трех детей. Анна Тереза Тимынецкая, как и папа Иоанн, родом из Польши, училась в США и там же обосновалась семьей. Они познакомились в 1973 году, еще до того, как архиепископ Кракова Кароль Войтыла стал папой римским. Тимынецкая, философ по образованию, написала ему с целью обсудить книгу архиепископа. А вскоре приехала к Войтыле в Польшу, чтобы лично поговорить о его научной работе. А потом завязалась перепиской длиной в 30 лет. Поначалу тон посланий был подчеркнут и деловым, но очень скоро письма стали более личными. Войтыла и Тимынецкая решили вместе работать над расширенной версией его книги. Но в 76-м будущий понтифик поехал на конференцию в США и на несколько дней остановился у Тимынецкой, где познакомился с ее семьей. И похоже, именно тогда женщина и призналась ему в любви. Такой вывод журналисты делают из последующих писем Войтылы. Он пишет «Ты говоришь о том, что разрываешься на части, но у меня нет ответа на эти слова». Называет ее «даром божьим». За эти 30 лет они часто встречались в Польше, Америке и Ватикане. Но составить полную картину их отношений невозможно. Тимынецкая умерла через три года после Иоанна в 2008-м. А перед смертью она продала его письма. Это несколько сотен. В Национальной библиотеке Польши сумма была с шестью нулями. Но показали эти послания журналистам BBC только сейчас. И они сразу же поставили под сомнение канонизацию Папы Иоанна. К лику святых его причислили два года назад. Правда, в самих письмах нет никаких доказательств, что глава католической церкви мог нарушить обет безбрачия. И похоже, этот эпизод в жизни понтифика вряд ли преуменьшит его роль в истории церкви. Разве что лишний раз напомнит. Сильные чувства не чужды никому. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. И снова главные интриги вечера. Встреча президента со своей фракцией. Они советуются, за что отдать завтра голоса отставку или поддержку Кабмина. Следит за встречей Геннадия Вивденко. Гена, собрание закончилось или нет? Алексей, пока встреча президентской фракции не закончена. Депутаты парламентской фракции блока Петра Порошенко продолжается это все заседание. Судя по всему, вопрос крайне серьезный. Идет речь о возможной отставке премьера, либо же всего правительства. Напомню, депутаты стали заходить в здание администрации президента около шести часов. Сейчас беседуют уже более двух часов. То, что удалось узнать, обговорит возможность увольнения Арсения Яценюка, но без проведения досрочных парламентских выборов. И, как стало известно, буквально несколько минут назад в здание администрации президента прибыло Арсений Яценюк. И он сейчас отвечает на вопросы депутатов. Будут ли они довольны его ответами? Пока неизвестно. Держим руку на пульсе событий. Алексей. Спасибо, Гена. Действительно, ставки слишком высоки. Все самые последние новости с этой минуты можете узнавать на нашем сайте подробностей. А пока поблагодарим Геннадия Вивденко за работу. Ну, на этом все. Это были подробности понедельника. Обязательно увидимся уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин